Еще один момент, к чему может привести плохая, плохо смонтированная пароизоляция и плохо смонтированная вентиляция. Посмотрите, вот участки фанеры, да, они все на стропилах, вон, посмотрите, грибок, все стропилы почернели. То есть не падает она, почему? Потому что 10 сантиметров это толщина утеплителя, вот это вот. Всем привет, с вами компания Руфер, меня зовут Рыбаков Павел. Тема сегодняшнего видеоролика будет посвящена крышам. Часто, когда заказчик выбирает кровлю, он выбирает именно не всю кровлю в целом, это утеплители, там пленки, вот, он выбирает в основном кровельное покрытие. И акцент также делает на кровельном покрытии. Выбирает, например, мягкую кровлю такого-то производителя, часто это производитель по цене выше среднего, вот, выбирает там цвет, вид нарезки. Или, может быть, если это металлочерепица, это какое-то там покрытие. Или, если это натуральная черепица, это там не цементно-песчаная, а натуральная глиняная черепица. Но кровля, это несколько больше, чем просто какое-то кровельное покрытие. Сюда входят и другие пункты, такие как пароизоляция, такие как утепление, стропильная система, гидроизоляция, вентиляция. То есть, все это в совокупии, вот эти все пункты, которые я сейчас назвал, дает понятие кровельная система. Сейчас я нахожусь на объекте, на котором выбрали хороший кровельный материал, это мягкая кровля КТПАЛ. Вот, она по цене выше средней, если мы рассматриваем сегмент именно кровель из гибкой черепицы. То есть, она привозится из Финляндии очень хорошая, очень хорошая черепица. Но остальные пункты в кровле, они были сделаны неправильно. Неправильно была сделана пароизоляция, более-менее нормально был сделан утеплитель, неправильно была сделана гидроизоляция и неправильно была сделана вентиляция. Вот эти вот пункты, о которых я сейчас, которые я сейчас перечислил, да, они привели к тому, что сейчас эта крыша полностью переделывается. Сама черепица, фанера, там обрешетка, это все остается, стропила также остаются, но меняется полностью утеплитель, все пленки, пара гидроизоляционные, и также будет доделываться, также будет доделываться вентиляция. Так, ну вот я поднялся на чердак, посмотрите, все стропилы мокрые, на вот этой вот гидроизоляции у нас образовался конденсат, на стропилах вон, посмотрите, грибок, все стропилы почернели из-за этого конденсата. Так, на утеплителе, который лежит на перекрытии, тоже вон, он весь влажный. Как я и думал, фирма, которая занималась монтажом этой кровли, использовала одну и ту же пленку, как и пароизоляционная пленка, короче, и как гидроизоляционная пленка, один и тот же материал. Такого быть вообще не должно, то есть пароизоляционная пленка должна быть отдельный материал, который пара вообще не пропускает. А гидроизоляционная пленка в этом случае должна быть диффузионной мембраной, которая защищает утеплитель от внешних осадков, от конденсата, который, возможно, на кровле будет образовываться, и от выдувания из утеплителя более теплого воздуха. Здесь это похоже на пароизоляционную пленку какого-то непонятного производителя. Кроме того, здесь в этой гидроизоляционной пленке, ну, некой гидроизоляционной пленке, должны быть проклеены стыки, они вообще не проклеены. Здесь вот есть дырки, ну, то есть, по сути, эта пленка вообще не несет никакой пользы, а наоборот только вредит. Еще один момент, к чему может привести плохая, плохо смонтированная пароизоляция и плохо смонтированная вентиляция. Посмотрите, вот участки фанеры, да, они все в грибке, все в плесени. Это произошло из-за того, что когда начали делать мокрые работы, большое количество пара, соответственно, поднимается вверх, проходит через пароизоляционную пленку, ну, вот эту вот некачественную, всю дырявую, вот, проходит через утеплитель, попадает на, соответственно, на фанеру, на обрешетку. Из того, что нет нормальной вентиляции, все это впитывается в фанеру, и фанера начинает гнить постепенно. Вот, грибок, плесень. Теперь ребята, которые приехали сюда делать ремонт крыши, будут покрывать его специальным средством на основе хлорки, вот, как-то пробовать отбеливать, потому что заказчик не хочет демонтировать крышу, он хочет какой-то малой кровью исправить вот эти вот ошибки, вот, вызывал эксперта, эксперт ему посоветовал какое-то средство на основе хлора, соответственно, они этим средством будут обрабатывать и выберять фанеру, избавляться каким-то образом от грибка. Также сегодня я хочу затронуть тему утеплителя. Здесь мы будем использовать вот такой вот утеплитель, называется Нурсапурван. Первое, на чем хочу остановиться, это на его размерах. У этого утеплителя толщина плиты 10 см, ширина вот так вот 60 см, и длина у него вот так вот 1,25 м. Это вот очень удобно в нашем случае. Значит, почему удобна толщина 10 см? Потому что у нас ширина стропили на 20, два раза по 10, как раз будет перекрывать вот эти 20 см. Также будет один стык, который будет перекрываться, то есть 10 см это удобно. Второй момент, почему 10 см удобно. Потому что, когда утеплитель встает между стропил, вот эти вот 10 см, они не будут давать утеплителю вот так вот сползать вниз. То есть, если бы у нас толщина утеплителя была бы 5 см, то он намного проблематичнее встает между стропил. То есть, 10 см намного лучше, чем 5 см держится в этом стропильном пространстве. Второй момент, 60 см нам удобно, когда стропила, которые вот эти вот стропила, они смонтированы с головой, и шаг этот стропил идет 59 см. То есть, 60 см, 1 см как раз дает возможность утеплителю с натяжкой вставать между этих стропил, и он также не будет вываливаться. Если, как в нашем случае, шаг стропила, он разный, где-то 60, где-то 61 см, то вот эта вот длина, 1,25 см, позволяет нам утеплитель, грубо говоря, пополам его разрезаешь. Ну, допустим, здесь 60 см, мы отрезаем 61 см, вставляем его между стропил. И также 61 см, отрезаем, вставляем его также между стропил, получается у нас идет отход совсем маленький, всего лишь 2-3 см примерно. То есть, поэтому, когда производитель делает размеры утеплителя вот такие вот 60, 1,25 см и 10 см, то есть, в нашем случае это очень удобно. Хочу показать вам один пример именно удобства этого утеплителя. Значит, вот это вот расстояние у нас 60 см, мы отрезали одну плиту, 61 см, вставили ее между стропил, и получается, вот эта вот плита примерно уже стоит полчаса, видите, она никуда не падает. То есть, не падает она, почему? Потому что 10 см это толщина утеплителя вот эта вот, вот, и правильный размер, правильная ширина этого утеплителя. 60 см между стропилами, отрезаем плиту 61 см, нету никаких буглов, все перекрывается, все вот здесь вот закрыто, нету никаких щелей здесь, не здесь, все стоит, то есть утеплитель держится. Это вот самый идеальный вариант. И потом, второй слой, когда пойдет, будет, ну, то есть, он пойдет вот так вот, в шахматном порядке, и вот этот вот стык будет перекрыт. То есть, не будет никаких мостиков холода. Так, посмотрите, вот это вот место, это так вот, ну, лучше не утеплять, потому что ширина 60 см, вот, и утеплитель тоже плита 60 см. То есть, образуются вот такие вот щели. Вот, вот этот участок будет переделываться, и будет делаться вот по этому принципу. Когда мы режем плиту пополам, ну, грубо пополам, да, 60 см, значит, отрезаем 61 см, вот, и вот таких вот щелей здесь вот, ну, вот в этом случае точно не будет. Сейчас я вам покажу, как он стоит. Видите, все плотно прилегает, никаких щелей. А здесь вот у нас, смотрите, какая большая щель. И здесь, вот, и здесь. Вот, и приходится его поджимать гвоздями. Почему? Потому что он просто не держится между стропил. На сегодня это все. Обязательно посмотрите следующий видеоролик, потому что там будет затрагиваться тема правильного монтажа гидроизоляционной пленки. Именно в этом ремонтном случае еще раз будет затрагиваться тема утепления. Будет затрагиваться также тема правильного монтажа пароизоляционной пленки. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь обязательно на наш канал. И до новых встреч!